В информационной студии телеканала Север Иван Никонов. Здравствуйте, в эфире новости. Я и мои коллеги в ближайшие 20 минут расскажем вам о главных событиях этого дня. В Ненинском округе появится альтернатива спутниковой связи. В рамках проекта «Арктик Коннект» оператор компании «Мегафон» проложит по дну моря вдоль Северного морского пути оптоволоконный кабель. Первые 300 килограммов нового урожая огурцов сняли в тепличном кабинате Ненинской агропромышленной компании. Продукция уже поступила в местные магазины и социальные учреждения. Готовились усердно, поэтому практически со всеми заданиями на экзамене справились на отлично. Да и правила дорожного движения ребята хорошо усвоили еще в начальной школе. В Наринмаре проходит региональный этап конкурса «Безопасное колесо». Один заболевший и пятеро выздоровевших. Такие изменения в статистике COVID-19 произошли за минувшие сутки. Вновь заболевший – житель города Наринмара. Всего с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 1076 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Практически все из заболевших уже выздоровели. На сегодняшний день на лечении под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтвержденным результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находится 17 пациентов. Из них в национаре получает лечение 8 человек. Еще 280 человек находятся на контроле в региональном управлении Роспотребнадзора. В Ненецком округе зарегистрировано 4 летальных исхода от коронавируса. За все время пандемии в России скончались более 97 тысяч человек, заболевших COVID-19. На сегодняшний день наибольшее количество населения, находящегося в активной фазе заболевания, в Москве – более 64 тысяч человек. В соседней Архангельской области – порядка трех тысяч. Она на десятом месте среди регионов по количеству заболевших во время пандемии – Республика Коми на 28. Там в настоящее время получает лечение 371 человек. Меньше всего больных на Чукотке. Напомню, что в Ненецком округе действует режим повышенной готовности – масочный режим. Режим двухнедельной самоизоляции для прибывающих в регион отменен. Задать вопросы, связанные с COVID-19, можно на региональной горячей линии по коронавирусу по короткому номеру 122. Звонок бесплатный с мобильных и городских телефонов. Губернатор Юрий Бездудный и Мегафон подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках проекта Arctic Connect оператор проложит по дну моря вдоль Северного морского пути оптоволоконный кабель. Таким образом, он пройдет и вдоль арктического побережья региона, позволит подключиться к наземной оптической линии связи и создать альтернативу спутниковым сетям. Соглашение, подписанное между Ненецким округом и Мегафоном, направлено на взаимодействие при строительстве отвода от линии Arctic Connect, который обеспечит качественной связью жителей региона и совместную работу по внедрению цифровых сервисов и решений. От этого доступ к высокоскоростному интернету, а значит и к новым возможностям. Arctic Connect особенно важен для нашего округа. В целом, ряде населенных пунктов полномасштабной альтернативы спутниковой связи нет. Реализуются отдельные проекты создания наземной телекоммуникационной инфраструктуры. Сотрудничество с Мегафоном и строительство отводов позволит ускорить этот процесс. В итоге это повысит не только общий уровень безопасности региона, но и даст толчок к цифровому развитию отраслей экономики. Повысит доступ населения к самым необходимым услугам. От онлайн-записи к врачу до работы или учебы дистанционно, отметил Юрий Бездудный. В России есть регионы, куда высокоскоростные волоконно-оптические линии связи протянуть либо дорого, либо невозможно из-за их географических особенностей. Ненецкий округ относится к таким регионам. Arctic Connect позволит эту ситуацию исправить. В наших планах развитие цифровой инфраструктуры в округе, прокомментировал подписание соглашения генеральный директор Мегафона Геворг Эвермишан. В магазины поступили свежие огурцы из тепличного комбината «Солнышко» о процессе взращивания, сортах и их популярности среди местного населения расскажет Елизавета Кабанова. В нашем округе посев огурцов начинают на месяц позже, чем в соседних регионах. Все из-за короткого светового дня. Плюс ко всему, само выращивание тоже дается нелегко. В теплицах отсутствуют современные технологии, да и грунт приходится менять почти каждый год. В этом году мы выращиваем огурцы трех сортов. Это миамара, ярослав и мева. С мевой мы уже знакомы. И миамару мы в прошлом году выращивали. А ярослав – это новый сорт. Мы подбираем сорта, которые считаем, что будут более устойчивы к проблемам выращивания на грунте в наших теплицах. Советуюсь со специалистами, сотрудники узнают рекомендации по выращиванию каждого сорта. Несмотря на имеющиеся трудности, работники теплиц стараются поддерживать нужный микроклимат. На первых сборах урожая уже сняли более 300 килограмм. Продукцию можно увидеть на полках магазинов. Северные огурцы пользуются большой популярностью у местного населения, так как они выращены с любовью, и они абсолютно экологически чистые. Три дня, как огурчики появились, только сбор еще начался. И вообще-то у нас уходит очень хорошо. 50 килограмм примерно в день у нас уходит. Сейчас. Это еще у нас цена немножко так только-только начала. А потом вообще у нас хорошо, очень много идет. И в пределах 100 килограмм уходит, и больше. Выбрали среднеплодные огурцы, так как это более выгодно для производства избыта. Как нам рассказала Галина Чебыкина, плоды выращивают в продленном обороте. Посев в конце января, в феврале рассаду пересаживают на грядке, и уже в марте снимают первый урожай. Огурцы, выращенные в тепличном комбинате, радуют местное население до сентября. Дальше растениям не хватает светового дня, и поэтому начинается этап подготовки к новому посеву. Елизавета Кабанова, Дмитрий Лукевич, Владислав Носкин, Телеканал Север. В Наринмаре проходит региональный этап всероссийского конкурса юных инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо». В первый день 9 команд из городских школ, поселков Искатели, Красное и детско-юношеского центра «Лидер» сдавали экзамен на знания правил дорожного движения. Александра Литкова расскажет подробнее. Делаем так, чтобы путь был все выше и больше. Участница соревнований без труда обматывает голову одноклассника бинтом. Именно это задание выпало ей в билете. Оказание первой медицинской помощи – одно из четырех заданий, которые нужно выполнить на время. Здесь все строго. После того, как вытянул билет, поменять его уже нельзя. Все каникулы мы ходили каждый день на занятия, на тренировки. И у меня мама медсестра, поэтому она меня научила нормально делать бинты, завязывать. Некоторые ребята участвуют в конкурсе не в первый раз. С заданиями знакомы. Готовились усердно, поэтому практически все справились на отлично. Да и правила дорожного движения хорошо усвоили еще в начальной школе. Допустим, если кататься на велосипеде, чтобы перейти пешеходный переход, нужно покажется слезть и желательно идти по правой стороне. В ходе экзамена школьники в первый день выполнили четыре задания. Первое задание – это было правила дорожного движения, решали на компьютерах. Второе задание – это основа безопасности жизнедеятельности. И третье задание – медицина. То есть как теория, так и практика оказания первой медицинской помощи. В региональном этапе ежегодного конкурса юных инспекторов дорожного движения в этом году принимают участие девять окружных команд. Мероприятие называется «Безопасное колесо». Оно проводится с целью привить подрастающим поколениям интерес, знания о правилах дорожного движения, правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим, ну и вообще правильное поведение на дороге. На второй день регионального этапа на базе пятой школы ребята выполнят индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке. Четверо участников соревнований, ставших победителями в личном зачете, отправятся на всероссийский этап. Александра Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». В связи с таяниями снега и перепадом температур на дорогах на Ринмаро образовался гололед. Во время гололеда происходит больше аварий. Водители не успевают приспособиться к новым дорожным условиям. Госавтоинспекция призывает автомобилистов быть предельно внимательными за рулем. По информации ГИБДД, в период с 15 по 21 марта, когда дорожные условия были еще относительно комфортными, с материальным учербом зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий. Выявлен 21 факт нарушения правил расположения транспортных средств на проезжей части. 10 водителей управляли транспортным средством без страховки. 5 протоколов составлено на несоблюдение требований дорожных знаков. Остановлен один водитель, управляющий автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Всего за неделю на территории Ненинского округа в сфере безопасности дорожного движения пресечено 165 правонарушений, в том числе 97 с помощью комплексов фото-видеофиксации. В региональном парламенте состоялось заседание общественной молодежной палаты. Представители палаты согласовали план работы на предстоящий год. В частности, рассказали о тех законодательных инициативах, которые будут рассмотрены в ближайшее время. Работа с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и мероприятия, приуроченные Году добрых дел в Ненинском округе. Это основные направления деятельности представителей молодежного парламента на предстоящий год. В формате встреч, бесед, экскурсий, посещений предприятий, встречи с творческими людьми, дети и подростки приобретут необходимые профессиональные навыки научиться работать и общаться в коллективе. Также приобретут необходимую социальную значимость трудового воспитания, а также необходимость самообразования и обучения. Проект проведения мероприятий также обсудили в ходе встречи молодые парламентарии. Предварительно в план проведения мероприятий по профессиональной ориентации воспитанника Центра соединения семейного устройства в наш дом и дети, оставшиеся без обеспечения родителей, включены такие мероприятия, как встреча с психологом, посещение воинской части, экскурсия в поисково-спасательную службу, кванториум, а также интерактивные занятия в восточном зале Дворца культуры Арктика. Также в этом году в региональном парламенте будут рассмотрены две законодательные инициативы молодежной палаты. Первый – это закон об ограничении продаж энергетических напитков в среде несовершеннолетних. И вторая законодательная инициатива – это внесение изменений в закон об образовании, в частности, компенсации за съемы жилья педагогических работников. Председатель молодежной палаты добавил, что до конца года будет завершена работа по приведению регионального законодательства в соответствии с федеральными нормами. Сейчас мы подготавливаем предложение, с которым мы хотим выйти в собрание депутатов, чтобы привести все нормативно-правовые акты, а также законы региональные в соответствии с федеральным законом о государственной молодежной политике. Кроме того, молодежная палата готовится к проведению всероссийской акции «Тест по истории Великой Отечественной войны». Инициатором данной акции выступает молодежный парламент при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации. В этом году организаторы предлагают включить в тест и региональный компонент. Список вопросов об округе в годы войны подготовят и сотрудники Музейного объединения Ненецкого округа. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Диктант Победы пройдет в Ненецком округе 29 апреля. Он будет посвящен 80-летию начала Великой Отечественной войны. Принять участие в акции можно будет на региональных площадках и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. В диктанте будет 25 вопросов, 20 на общую военно-историческую тематику, 5 на региональную. На выполнение заданий участникам дадут 45 минут. Принять участие в акции жители Ненецкого округа смогут на региональных площадках и в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф. Также совершеннолетние жители округа могут помочь в организации проведения диктанта Победы. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте волонтерыпобеды.рф. Перед акцией волонтеры пройдут специальное обучение. Напомню, в прошлом году в округе было организовано 9 площадок диктанта Победы. К акции присоединились 120 человек. У спортивного праздника Буран Дэй появится свой гимн. Дворец культуры Арктика объявил конкурс на лучшее сочинение стихов и музыки. Победитель получит не только признание, но и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. Первые заявки на конкурс уже поступили. К участию в нем приглашаются профессиональные самодеятельные поэты и композиторы, творческие коллективы и союзы. Прием заявок начался еще 20 марта и продолжится до 15 мая. Требования предъявляются определенные к написанию. Например, текстовая часть у нас должна быть напечатана, мы представлены в напечатанном виде. Минимальный объем – это не менее двух куплетов и припев. Ну, соответственно, текст должен соответствовать жанровым признакам, он должен быть ритмичным, он должен быть срифмованным и отражать идейное содержание. Авторы могут предоставить неограниченное количество конкурсных материалов, но все они должны быть на отдельных электронных носителях. Гинпобедитель конкурса отберет конкурсная комиссия методом простого открытого голосования членов комиссии. Лучший вариант гимна станет символом спортивных соревнований Бурандей. Победитель конкурса получает вознаграждение в размере 100 тысяч рублей. И еще с положением о проведении конкурса могут ознакомиться композиторы и участники в группе Дворца культуры Арктика. Конкурсные материалы необходимо предоставить в запечатанном конверте по адресу город Наринмар, улица Смедовича, 20 А, с пометкой «Конкурс ГИМ». Отмечу, помимо творческих материалов, необходимо приложить заявку участника. Победитель конкурса будет назван не позднее 21 мая. Кстати, свой гимн есть и у других спортивных состязаний – откинской спартакиады. Продолжается декларационная кампания 2021. В Ненецком округе на сегодняшний день предоставлено более полутора тысяч налоговых деклараций по форме 3НДФЛ. Большая часть в электронном виде. К личному кабинету с начала года получили доступ 185 налогоплательщиков, что на 53 больше, чем за аналогичный период прошлого года. При заполнении декларации в личном кабинете программа подсказывает, как заполнить документ, автоматически подгружает сведения о доходах и другие данные налогоплательщика. Сервисы на сегодняшний день позволяют гражданам в три клика заполнить декларацию, но если это определенная жизненная ситуация, то есть или это связано, например, только лишь с арендой жилья, или только с продажей имущества. И поэтому программа предлагает упрощенный вариант в течение трех шагов, трех кликов заполнить эту декларацию. Между тем, если граждане пожелают заполнить полную декларацию, у них такая возможность также есть. Отчитаться о доходах за 2020 год необходимо тем, кто получил подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею более 15 тысяч рублей, сдавал имущество в аренду, получал доход от зарубежных источников и продал недвижимость, которая находилась в собственности меньше минимального срока владения. У налоговиков появилось право после срока представления декларации 30 апреля и срока уплаты налога 15 июля при имеющемся в распоряжении налоговых органов информации исчислить сумму налога тем гражданам, кто не представил налоговые декларации. И, соответственно, предъявить уже на основании решения о привлечении к ответственности сумму налога, сумму пени и штраф. Напомню, заполнить декларацию можно на официальном сайте ФНС России, МФС и с использованием интернет-сервиса «Личный кабинет». Непредоставление деклараций в установленные сроки по месту учета влечет за собой применение налоговой ответственности. 26 марта зимник Наринмар-Усинск был доступен только для легкового транспорта. Трасса до Тельвиски работает без ограничений. Для транспортных средств общей массой до 30 тонн. На автозимнике Наринмар-Усинск работают 18 единиц техники. Трассу и знаки чистят от снега, расширяют полосу. Напомню, что узнать актуальные данные о состоянии зимника можно в телеграм-канале «Дороги и зимники.Нао». Также там можно узнать информацию о дороге на Лаевоши-Тельвиску. Уточнить информацию по зимникам на Усинске-Тельвиску также можно по телефону диспетчерской службы централизованного стройзаказчика, который вы видите на своих экранах. Напомню, обслуживанием зимника Наринмар-Усинск в этом сезоне занимается ЗАО «Транстрой». Дорогу до Тельвиска обустраивает и содержит организация «Автомаркет». Это были новости на телеканале «Север». Далее смотрите прогноз погоды.